Сегодня в новостях. Нейросеть научили дописывать код за программиста, а Илон Маск пообещал глобальное покрытие космическим интернетом уже в августе. Ну и другие новости IT. Меня зовут все еще Сергей Немчинский и мы поехали. Итак, GitHub и OpenAI научили нейросеть дописывать код за программиста. Вы мечтали об этом. Инструмент называется Copilot, второй пилот. Как говорят в GitHub, работа с ним похожа на парное программирование, где одного из разработчиков заменяет искусственный интеллект, обученный на терабайтах кода из общедоступных репозиториев. В создании нейросети участвовала компания OpenAI, недавно получившая 1 миллиард долларов инвестиций от Microsoft. Самый известный проект OpenAI — реалистичный текстовый генератор на английском языке GPT-3. По словам OpenAI, Copilot — это его аналог, но для языков программирования. Пока он лучше всего подходит для Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go. Предварительные версии инструмента доступны в виде плагина для редактора Microsoft Visual Studio Code. Также ее можно скачать с сайта GitHub. От себя хотел добавить, что, конечно, это все достаточно здорово. Кстати, напишите в комментариях, насколько вам интересно было бы сделать видео про парное программирование. Я, в принципе, полюбляю парное программирование, мне нравится вообще работать и, с моей точки зрения, именно самые сложные куски кода в паре делать практически только и возможно. А по поводу этого инструмента, ну, честно говоря, я не пробовал. Расскажите, если вы попробовали в комментариях, как оно вам зашло, но я немножко... Ну, знаете, вообще, в принципе, по-хорошему у каждого программиста свой стиль. И то, что искусственный интеллект учили на терабайтах кода от разных программистов, ну, я, в общем, немножко пугаюсь от того, какой потенциально у него будет стиль. А то, что выбраны в основном языки с динамической типизацией, которые славятся, скажем так, не особо чистым кодом. Ну, в общем, тоже на что-то намекает. Java там не было. Зато был TypeScript. Ну, такое. Умеете работать в любом графическом редакторе? Хотите стать частью быстрорастущей области дизайна и творить в сфере IT? Тогда курс UIUX дизайна FoxMinded для вас. UIUX дизайна не только про красивую картинку, а про приложения и системы, которые будут эффективно выполнять свои задачи и при этом останутся удобными и понятными для любого пользователя. Наш курс состоит из 14 практических заданий, основанных на реальных рабочих примерах. В ходе их выполнения вы научитесь собирать и обрабатывать статистику, исследовать путь пользователей, составлять сценарии использования продукта, создавать прототипы и макапы. Освоите принципы веб-дизайна и работы с компонентами. Поймете, как нужно взаимодействовать с разработчиками. По окончанию у вас будет готовый проект в портфолио и навыки сильного джуна. Не ждите, пока другие специалисты удовлетворят спрос на UIUX дизайнеров. Пока он огромен, но как надолго. Регистрируйтесь на курс. Ссылка под видео. Илон Маск пообещал глобальное покрытие космическим интернетом уже в августе. Сейчас по низкой околоорбитальной орбите курсирует более 1800 спутников Starlink, которые раздают интернет почти 70 тысячам пользователей из 12 стран, таких как США, Канада и Великобритания. Они вам нищеброды. В ближайшие недели покрытие должно охватить уже весь мир, за исключением северного и южного полюсов. Обделили пингвинов, но вообще. В течение года Starlink планирует увеличить количество пользователей до полумиллиона человек. За роутер, антенну и другие необходимые примочки им придется выложить 499 долларов. Еще в 99 долларов обойдется ежемесячная абонентская плата. Как видим, услуга не из дешевых, но по нашим ценам. Но Маск говорит, что Starlink и так работает себе в убыток. Себестоимость оборудования для подключения одного пользователя сейчас составляет 1300 долларов. В будущем ее обещает снизить, ну как и цену для клиентов. Цитата. Пока наша цель не обанкротится. Если это получится, сможем двигаться дальше, отметил глава Starlink. Он добавил, что услуга в первую очередь предназначена для 3-5% населения Земли, которые не имеют доступа к быстрому широкополосному интернету. Кстати, я помню, что когда Илон Маск объявил о вот этом начале космического интернета, все думали, что это просто у каждого там добавится какой-то вай-фай дополнительный, к которому ты типа подключился и такой, воу, у меня есть интернет в любой точке Земли. Вот вам меч Волобуев. Фактически это просто обычный интернет через спутник. То есть быстрый download и медленный upload. Хотя, честно говоря, ну и, соответственно, спутниковая тарелка, которая должна стоять и искать спутники, и с ними связываться и так далее. Вот видите, продают они ее ниже себестоимости, все равно это 500 долларов. Ну, честно говоря, для США, где интернет для большинства пользователей и так очень дорогой и очень некачественный, это, в общем, достаточно конкурентная цена, и поэтому, я думаю, там будет это пользоваться большим спросом. У нас же в странах, куда интернет пришел существенно позже, и, соответственно, оборудование было гораздо более дешевое, гораздо более качественное, гораздо более мощное, эта цена вообще ни разу не конкурентно способна, потому что я даже в своем частном доме, куда мне прокинули оптоволокно прямо в дом, плачу в месяц 300 штук гривен. Это чуть больше 10 долларов. Ну, то есть, понимаете, цены вообще не сопоставимые. Поэтому, ну, как бы, да, хорошо, что этот интернет будет для тех 3-5% людей, до которых никакой интернет не дотягивается. Но рассчитывать, что именно с помощью Илона Масковского интернета можно будет пробиться через Firewall Китай или еще что-то такое, ну, явно не приходится. Там просто запретят к ввозу эту железняку, если уже не запретили. Я думаю, запретили. И все, закрыли тему. Вышел Rust 1.53. Главная новинка релиза. Для массива добавили типаж IntEiterator, позволяющий перебирать элементы по значениям через цикл Form. Хм, неожиданно. Кроме того, в идентификаторах теперь можно использовать не только аске-символы, но также многие буквы и иероглифы из национальных языков, утвержденные в стандарте Unicode UAX 31. Эмодзи по-прежнему запрещены. Ну, спасибо, хоть по эмодзи нельзя будет таскать. Хотя, конечно, японцы, наверное, плачут, да. По слухам, они там эмодзи используют больше, чем текст. А от себя хотел сказать, это хорошо, что Rust развивается, я держу за него кулачки. В принципе, ну, блин, вы в каждом новости слышите о том, что я Rust поддерживаю. Они молодцы, двигаются, хорошо. Поиск по эмодзи не надо. Все верно. 89% крупного бизнеса использует ПО на устаревших языках программирования. Об этом сообщает платформа Advanced Software, опросившая более 400 крупных компаний со всего мира. Оказалось, что у 75% на них критически важные системы работают на языке КАБОЛ, созданном еще 60 лет назад. У 66% на языке Ассемблер. Цитата. «Причина банальна. Старые системы стабильны и надежны. Не то, что вы пишете. Большинство из них работают удовлетворительно и все еще справляются с задачами, ради которых создавались», сообщают аналитики Advanced. Но рано или поздно что-то ломается. И тут начинается веселье. Компания внезапно понимает, что старая гвардия программистов давно на заслуженном отдыхе, а некоторые уже и не с нами. А новое поколение айтишников не рвется изучать древние языки. Цитата. «Я знаю сталелитейную компанию, которая потратила миллионы долларов на обучение своих сотрудников языку Natural, потому что просто не могла найти готового специалиста», — говорит директор по модернизации приложений в Advanced Тим Джонс. Еще одна показательная ситуация случилась прошлой весной в США, когда системы американских центров занятости легли из-за огромного наплыва посетителей. Ну, вы слышали про эту новость. Мы рассказывали. Все они работали на языке Кабол. И для устранения поломки пришлось долго искать людей по всей стране. И я думаю, им лет по 70. По словам Advanced, IT-индустрии и бизнесу стоит обратить внимание на проблему и пока не поздно наладить передачу опыта от старых специалистов в новом. Кстати, с собственного опыта могу сказать, что к нам приходила компания, которая готова была платить деньги нам за разработку курса по Каболу. И платить нашим студентам, чтобы они учились на Каболе и так далее. Но мы почесали реп и поняли, что мы вам просто эту идею тупо не продадим. Не захотите вы учиться на Каболе, потому что, ну вот как бы да. С другой стороны, спрос ощутимо начал расти. Я лично выходом для этой ситуации вижу просто выпуск нового версии языка Кабола. Понимаете, и собственно говоря, мейнфреймы продолжают стоять. Может быть для вас это новость, вы уверены, что все сейчас в облаках и так далее. Но поверьте мне, очень много систем, например, продажи авиабилетов работает в мире на мейнфреймах до сих пор. А на мейнфреймах Кабол очень распространенный язык. Я просто в конце 90-х работал в компании, которая работала как раз в этой нише. И у нас, да, стояли мейнфреймы, IBM на тот момент S390, да. И да, там был Кабол, что делать. И куча ассемблера. Ну, в общем, как бы, вы понимаете, сколько денег будет стоить просто тупо взять и переписать этот огромный массив кода, о котором никто уже ничего не помнит. Его надо просто тупо построчно переводить. И это сложно. Ну, вот, собственно говоря, и выход новых версий языка, возможно, который можно было бы использовать не только в этой ситуации. Ладно, что-то я загнался. Не верю я в такую ситуацию. Ладно, будем смотреть, как дальше индустрия придумает. В конце концов, если у индустрии действительно возникнет огромный спрос на специалистов по Каболу, то зарплаты там будут в два раза выше, чем в среднем по рынку, и вы захотите Каболу учить. Правда? Java Framework Quarkus, но вы его знаете, обновился до второй версии. Напомню, Quarkus — это продукт компании Red Hat, всем известный. Он позволяет эффективно применять Java на платформах Kubernetes. И, по словам команды разработчиков, цитата, «устраняет разрыв между традиционными Java-приложениями и облачно ориентированными средами». Как отмечает главный инженер Red Hat Стюард Дуглас, самая важная новинка в Quarkus 2.0 — функция непрерывного тестирования. Continuous Testing. Она ускоряет процесс разработки и поможет выявить проблемы с кодом по горячим следам. Ну, Quarkus — удобный инструмент, в принципе, сейчас стал практически мастхерным для Java-овских разработок, связанных с облачными вычислениями. Я даже не знаю, что вам добавить. Вот, новая версия, свеженькая, хватайте. Нейросеть научили предсказывать действия людей на видео. Как сообщают инженеры Колумбийского университета, их алгоритм проанализировал тысячи часов популярных фильмов, спортивных шоу и ситкомов. О, господи. В результате он научился понимать контекст отдельных сцен и с высокой точностью прогнозировать, как поведут себя герои в следующий момент. Например, пожмут друг другу руки или развяжут драку. Цитата. «Наш алгоритм — шаг к тому, чтобы машины могли лучше предсказывать поведение человека и таким образом лучше координировать свои действия с нашими», отметил доцент кафедры информатики Колумбийского университета Карл Вондрик. По его словам, это особенно пригодится в будущем, когда роботам придется все чаще принимать решения самостоятельно, а не работать в рамках запрограммированных сценариев. Ну что, киберпанк, которого мы заслужили. В результате роботы вместо того, чтобы разбираться, как правильно вести, пытаются разобраться в том, как ведем себя мы. Я им очень, честно говоря, сочувствую. А учитывая, что они анализируют ситкомы, где поведение людей часто может отличаться очень сильно от поведения их в реальной среде обитания, я не знаю, что они там себе придумают. Особенно, если вспомнить какие-нибудь откровенно паровийные ситкомы. Вперед, удачи. Вышел Kotlin 1.5.2. Как и в предыдущих релизах, авторы проекта продолжают работать над совместимостью с Java. Еще немножко они сделают из Kotlin Java. Ну, мне кажется, у них получится. В качестве экспериментальной функции добавлена поддержка вызовов методов Java, сгенерированных компилятором Lombok. Все знают, как я отношусь к Lombok. Кроме того, компилятор Kotlin Native теперь может экспортировать комментарии и документации K-Dog из кода Kotlin в платформе Objective-C. Интересно, зачем это надо? Что касается параллельных задач, то они теперь полностью контролируются механизмом параллельного выполнения Gradle. Ну, как бы Kotlin развивается. И хорошо, что ребята поняли, что как бы без основной, без поддержки хорошей совместимости с Java получится, наверное, не очень хорошо. С другой стороны, ну, я не очень тогда понимаю, если их сделать прям очень-очень совместимыми. Java развивается в ту же сторону, что Kotlin. Kotlin развивается в ту же сторону, что Java. Эээ, ребят, что вы делаете? Рано или поздно вы придете в одну точку, и будет совершенно непонятно, зачем, собственно говоря, два языка. И вы понимаете, какой из них победит. В 23-м году технологии, дополненные виртуальной реальности, внедрят 75% мировых компаний. Об этом говорится в свежем прогнозе Facebook. Например, авиакомпании будут использовать AR и BR-симуляторы для обучения пилотов, больницы для дистанционной диагностики заболеваний, онлайн-магазины для создания виртуальных шоу-румов. И, конечно, гейм-индустрия будет активно применять новые технологии в разработке игр. В целом, интерес к теме, дополненной виртуальной реальности, стремительно растет. Количество соответствующих поисковых запросов Facebook за последний год увеличилось на 44%. А различные AR-спецэффекты от фейсбучной платформы Spark AR на данный момент попробовали уже 1 миллиард человек. Ну, я, конечно. Согласно недавнего опроса Facebook, среди 12,5 тысяч пользователей со всего мира две трети респондентов верят, что в будущем гаджеты, дополненные виртуальной реальности, помогут стереть границы между онлайн и офлайн жизнью. В этом году Facebook обещает выпустить умные очки с дополненной реальностью под брендом Ray-Ban. Кроме того, недавно компания получила патент на кепку виртуальной реальности с дисплеем на козырьке. Мы рассказывали о ней в прошлом выпуске. Ну, что хотел сказать. В принципе, от будущего не отвертеться. AR и VR — это прям совсем наше будущее. Более того, если вы смотрели интервью с Максом Носатовым, автором нашей программы по геймдеву, он рассказывал, что сейчас огромное количество геймдевелоперов работает именно на интерпрайз рынок. То есть создают приложение для того, чтобы следить за работой каких-то цехов, для того, чтобы мастера могли проверять ситуацию, просто посмотрев на нее, да, верно ли что-то там положено, уложено, хорошо ли работает данный робот, о господи. Ну вот прям погонщик роботов — наше будущее, да. Ну, то, что все это затевает Facebook, который славится, скажем так, не очень качественно технической разработкой, ну, в общем, такое. Ну, с другой стороны, а куда он денется? Они хотят вскочить первыми в этот паровоз. JetBrains выпустила бета-версию IntelliJ IDEA 2021.2. В ней появились цифровые подписи GPG для коммитов. Очень важная вещь. Ну, в принципе, для опенсорса, наверное, да. Автоматическая загрузка общих индексов для новых проектов Spring Boot. Хорошая вещь. А также обновленный пользовательский интерфейс для управления зависимостями Maven и Gradle. Кроме того, инструмент Async Profiler получит поддержку MacBook'ов с новыми чипами M1. Ну, в общем, прямо такой... Исправляем баги, улучшаем правильно, все хорошо. Самая популярная, с моей точки зрения, IDE-шка в мире продолжает развиваться. Пока все идет хорошо, спите спокойно, жители Багдада. Red Hat выпустил обновление корпоративной кубернети с платформы OpenShift 4.8. По словам Red Hat, OpenShift 4.8 упрощает работу разработчиков, а также расширяет список сценариев использования гибридного облака. От машинного обучения до модернизации существующих приложений на .NET и Java. Так, в консоли OpenShift появилась возможность протестировать приложение Spring Boot локально, прежде чем выкладывать код в общий доступ. Молодцы! В OpenShift Pipelines теперь позволяет задавать, версионировать и отслеживать изменения в конвейерах доставки приложений по аналогии с исходным кодом в репозиториях Git. Прикольная штука. Интересно, как это у них будет, как следует работать. Кроме того, в экспериментальном режиме в OpenShift добавили изолированные контейнеры, которые запускаются на облегченных виртуальных машинах. Это должно обеспечить дополнительную безопасность для конфиденциальных задач. Ну, в общем, корпоративный OpenShift прям тема интересная. Я с ним не работал, напишите в комментариях, как оно вам там работает, нравится, не нравится, по описанию все очень даже нечеток. Ну, и на сегодня это все новости. Напоминаю, что меня зовут Сергей Немчинский. Пожалуйста, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на наши соцсети. Напоминаю, у нас есть и Инстаграм, и Телеграм, и Фейсбук. Там мы выкладываем веселые мемасики и много интересных статей по работе программистов. Пока! Люблю вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!